Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Ну что ж, мы наконец-таки дождались самых важных фундаментальных событий этой недели. Фактически сегодня открывается неделя важнейшим релизом отчетом CPI, это данные по инфляции в США, которые всегда оказывают самое прямое воздействие на рыночные настроения касательно будущих действий Федрезерва по повышению ключевой процентной ставки. Сегодня ситуация не изменится, мы эти данные будем интерпретировать не только с точки зрения того, как текущий показатель инфляции повлияет на экономику в целом, но и с точки зрения того, как эта инфляция скажется на завтрашнем решении Федрезерва, стоит ли повышать ставку или нет. Волатильности, друзья, в связи с этим на рынках сегодня уже будет значительно и существенно выше средних. Завтра тоже мы будем наблюдать за интенсивными движениями. Это традиционная подводка к тому, что вы обязательно должны контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Я понимаю, что вы, может быть, уверены в определенном развитии событий на финансовых рынках, но поверьте, рынок это самое коварное существо. Как правило, оно ведет себя не так, как мы ожидаем. В большинстве случаев все-таки долгосрочные тенденции удается определить верно, но иногда все-таки нужно сводить на свою торговую активность к минимизации рисков с учетом соблюдения правил риск-менеджмента. Я надеюсь, вы все эти моменты прекрасно знаете и понимаете. На повестке сегодняшнего экономического календаря, сегодняшнего дня, помимо данных по инфляции в США, которые мы ждем в 12.30 по GMT, еще и данные по рынку труда Англии в 6.00 по GMT. Фактически этот отчет будет открывать сегодняшнюю торговую сессию. Мимо этого релиза пройти ни в коем случае нельзя, потому что этот релиз повлияет на британскую валюту. Фунт мы держим уже довольно-таки давно. Пара сейчас котируется, фунт-доллар, на отметке 1.2532. И я думаю, что очевидно сохраняет потенциал для дальнейшего развития восходящей динамики. И под закрытие еще торговой сессии нас ждет приятный сюрприз. Это выступление главы банка Англии Эндрю Бейли в 14.00 по GMT. Я рассчитываю на то, что после сегодняшних данных по рынку труда он коснется темы предстоящего заседания, которое состоится 22 июня. И возможности даже агрессивного повышения ключевой процентной ставки. Это моя основная идея сейчас работы с парой фунт-доллар, потому что я жду, что банк Англии окажется проактивнее, чем многие другие центральные банки. И может анонсировать и согласовать в своем круге правления повышение ставки на 50 базисных пунктов. По порядку, если индекс доллара 103 пункта. Сейчас локально с азиатской сессии мы видим то, что американская валюта снижается. Снижение доллара накладывается на снижение доходности американских облигаций. Честно говоря, просто даже наблюдая за тем, как снижаются трежерис, мы можем сделать вывод о том, что, скорее всего, это обусловлено тем, что снизилась снова вероятность повышения процентной ставки на завтрашнем заседании. Тут же обращаем внимание на инструмент FedWatch Tool и видим то, что вероятность повышения процентной ставки сегодня составляет 18,5%. То есть еще ниже, чем мы видели в ходе вчерашней торговой сессии. При такой вероятности, конечно же, ставку американский регулятор не поднимет. Очень многое будет зависеть от сегодняшнего релиза по инфляции. Если тоже обратиться к экономическому календарю, то легко можно заметить, что трейдеры ожидают значительного снижения индекса потребительских цен с 4,9% до 4,1%. Это статистика прошлого месяца. Базовый индекс потребительских цен тоже покажет нисходящую динамику с 5,5% до 5,3%. Поэтому, если ожидания трейдеров, инвесторов, участников рынка оправдаются, то американская экономика сегодня получит еще один приятный, скажем так, индикатор, свидетельствующий о том, что работают усилия Федрезерва по стабилизации потребительских цен. Работает текущая процентная ставка на отметке 5,25%, потому что индекс потребительских цен остается в траектории устойчивого снижения. Но я думаю, что нужно называть вещи своими именами. Если действительно сегодня будет коррекция общего показателя инфляции в годовом выражении на 0,8%, это серьезная победа и прогресс. И на этом фоне, я думаю, что такая статистика должна стать еще одним аргументом для Федрезерва. Если не полностью отказаться от идеи дальнейшего повышения процентных ставок, то, по крайней мере, немножко затормозить вот эту прежнюю активность, взять паузу в ожидательную позицию и посмотреть хотя бы одно заседание, пару заседаний, за тем, как будет меняться ценовая конъюнктура, что будет происходить с инфляцией, не создавая дополнительные трудности для экономики. Это, опять же, говорит о том, что ставку не повысят. Я сторонник этой идеи, много раз вам ее уже озвучивал с разных точек зрения, с разных сторон. Лично я стал еще больше убежден в том, что сейчас выжидательная тактика – это самое лучшее решение после выхода последних данных по Non-Farm Perils и довольно неприятной тенденции, которую мы фиксируем по первичным заявкам на пособие по безработице. Поэтому мой прогноз остается прежним. Я ожидаю снижения индекса доллара в районе 102 пунктов и, соответственно, ниже. Золото – 1960 долларов за тройскую унцию. Пока что во флете этот актив находится. Трейдеры не торопятся открывать новых позиций, потому что нуждаются в появлении дополнительных катализаторов и триггеров. Сегодня-завтра ситуация изменится. Я надеюсь, что будет возможность нам зайти по интересным, хорошим, перспективным уровням, в длинные позиции. Я не верю в дальнейшее снижение рынка эгоцинных металлов. Но для меня в отношении золота является очень большим индикатором рыночный сантимент. К сожалению, сейчас пока что 50 на 50 или около того. То есть некачественный сигнал. Много раз уже говорил. В таких условиях рынок, скорее всего, останется волатильным. Чтобы не участвовать вот в этом распиле цены похода от одного уровня к другому, лучше дождаться более остойчивых, интересных подсказок со стороны рыночного сантимента. Нефть 72,34 доллара за баррель. Очень многое для рынка нефти будет зависеть от статистики по Китаю. Она выйдет в четверг. Ждем данные по промышленному производству. Это, соответственно, важный индикатор состояния китайской экономики и важный индикатор спроса на углеводороды. Если все-таки поверить в китайское чудо, маленькое, если статистика не подведет, то у нас под конец недели будет возможность с вами наблюдать тоже развитием бычьей динамики и по рынку углеводородов. Британская валюта против доллара 1,2532, как я уже отметил. За британской валютой внимательно следим. Ждем отчет по рынку труда в 6,00 по GMC. Основной компонент, который нас интересует, это заработные платы. Здесь, по прогнозам, ожидается рост заработных плат в среднем выражении с учетом бонусов и без бонусов. И прирост в темпах повышения заработных плат будет для нас возможностью все же повторять снова, что инфляционная ловушка уже сработала для английской экономики. И при такой динамике заработных плат, к сожалению, индекс потребительских цен будет оставаться на высоких значениях. Сейчас это значение 8,7%, один из самых высоких показателей среди европейских стран. Следом идет Австралия, регион несколько иной по географической составляющей. Но если делать акцент на развитые страны, то да, в Англии и в Австралии сейчас инфляция настолько высокая, что мы можем говорить о необходимости агрессивных действий соответствующих регуляторов в борьбе с этой инфляцией. Поэтому я сегодня после выхода данных по рынку труда рассчитываю увидеть дальнейшее укрепление британской валюты, движение выше отметки 1,26. И в связи с тем, что я уже провел параллель еще с курсом австралийского доллара, предлагаю, друзья, посмотреть снова на пару австралийцев против доллара, текущей котировки 0,6762. Ранее мы очень неплохо прокатились на росте этого инструмента с целью 0,67. Но актив продолжает упорное развитие восходящей динамики. Индекс рыночных настроений говорит о том, что толпа в шортах. Мы понимаем, что австралийцы пойдут против толпы. И еще комментарии Филиппа Лоу о том, что текущий уровень процентной ставки в Австралии 4,1% позволяет регулятору быть более гибким в дальнейших решениях по ставке. То есть ставка может быть снова повышена и потенциально она может вырастить до 5%. Цель краткосрочная-среднесрочная по австралийцев против доллара 0,6850. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!